Добрый вечер, рад видеть всех и прежде всего поздравляю с праздником Тубишват, который, можно считать, уже начался. И как мы с вами обсуждали, праздник Тубишват – это праздник земли Израиля, в том смысле, что это праздник надежды на возвращение всего народа, начало нового времени, которое по пророку Ихискелю обязательно должно сочетаться или на это новое время указывает цветение земли. Я напоминаю, что этот праздник установили мудрецы, собравшиеся в Цфате в XVI веке, и они были полны надежд, что за ними приедут, поднимутся сыновья Израиля и всех стран России. Это короткое введение, нельзя не отметить праздник и обычай праздновать Тубишват, но мы вернемся к нашей теме, к пророкам, и мы с вами, напоминаю, находимся в книге Шофтим, Судей, и продолжаем рассказ про Шимшона. Давайте мы с вами поднимем текст и пойдем по тексту, немножко вспомним то, что было в прошлый раз, и пойдем дальше. Текст виден сейчас на экране, да? Да. Немножко его увеличим, я знаю, что вы просите всегда увеличить. Вот мы сейчас вернемся к рассказу, к началу рассказа о Шимшоне. И это 13 глава. И опять стали сыновья Израиля делать злое перед очами Бога. Напоминаю, что в данном случае речь идет о том, что они окончательно забыли о своем предназначении и были готовы смириться с подчиненным положением в филистимляне или народе мира. Они оказывают давление на колено Дана, Бениамина, Иуды в основном. И мы видим, что нету никакого сопротивления этому давлению. Наоборот, даже есть какая-то удовлетворенность с тем, что вот настал мир, победа над окружающими народами, над Моавом, Мидианом и Омоном и другими, которые происходило посредством чудес Всевышнего, она привела к тому, что выцарилось определенное спокойствие. В филистимляне обстановку, которая царила в это время, а мы говорим о времени Шимшон, его время судейства с 950 года до этой эры, до 930 года до этой эры. Вот мы говорим об этом времени, обстановку мы можем представить себе и из первой книги Шмуэля, и из книги Рут. В книге Рут мы видим, что в Иуде спокойствие и благополучие. Есть голод, который послал Всевышний, и вот голод проходит, и люди собирают урожай. Мы не видим никакого стремления к национальной независимости, желания построить храм и распространить богословение на весь мир. В книге Шмуэля, которая, в общем-то, описывает время близкому к этому, мы видим, что филистимляне или народы моря, они научились обрабатывать железо, и они не разрешают сыновьям Израиля делать изделия из железа, даже ремонтировать орудия труда. Они не разрешают сыновьям Израиля, и сыновья Израиля должны приходить к филистимлянам для того, чтобы починить свою лопату и свой плуг, сделанные из железа, да, в общем-то, и из другого металла. Если где-то слышен молот, если слышен где-то молот кузнеца, то приходят филистимляне и наводят свой порядок. Они держат форпосты в Иуде и собирают дань, но, в общем-то, всех устраивает это положение, потому что что-то вроде наемного войска защищает сыновей Израиля. Николина Иуды, Бениамина, Дана, никакой национальной такой гордости, никаких национальных устремлений мы не испытываем. Где же вам Гедеон, который протестовал против самой власти медьян? Где Гедеон, который спрашивал, почему нас отдал Всевышний в руки медьян? Нету таких людей, мы не чувствуем, чтобы они где-то присутствовали здесь, на как бы первом плане или хотя бы на каком-то историческом фоне были похожие люди. Имя отца Шемшона, напоминаю, Маноах, покой, оно отражает устремление и желание и колено Дана, и колено Иуды к покою и спокойствию. Как это часто бывает в такие времена, когда сыновья Израиля утрачивают национальные устремления, стремление стать народом, двигаться вперед в духовном плане, очень большое влияние оказывают женщины. И здесь не названо имя матери Шемшона, но мы знаем ее из Медрашин. Целлофонит – имя матери Шемшона. Она была женщиной грамотной, из Иуды, и ее голос цель-цель звучал, как голос наполненный Торой, наполненный знаниями, которые она вынесла из своей семьи, из колена Иуды. И этот голос, почему подчеркивается, звучал от слова цель-цель, звенел как бы. Он пробудил Шемшона, пробудил его душу, того Шемшона, о рождении, которого мы еще поговорим, он пробудил ребенка. Здесь можно подчеркнуть, опять же, значение женщины в воспитании детей. И мы можем представить себе, что знание Торы, оно здесь очень важно, потому что невозможно просто воспитывать на колыбельных песнях или на каких-то сказках народов. Женщина должна быть грамотной, несущей в себе Тору, высокую Тору. Тогда она может поднять ребенка, пробудить его душу. И здесь, опять же, вызывает удивление, скажем, обычаи, которые господствуют в некоторых общинах, когда говорят, что женщин не стоит учить Торе, не нужно учить Торе. Даже есть определенный запрет в том, чтобы учить женщин Торе. И в этом есть колоссальная ошибка, которая подрывает потенциал общества, потенциал общества в том плане, что понятно, что ребенка нужно воспитывать с младенчества, и ребенок прислушивается к матери, прислушивается к ее голосу, который звучит, звенит для него, пробуждает его, наполняет его тем, что он потом будет нести в себе всю жизнь. И если мать сама не пропитана Торе словами Торе, то это гораздо труднее, гораздо проблематичнее поднять ребенка, который также будет привязан к Торе, как и она. Про жену Моноха говорится, про мать Шамшона говорится, что она была бесплодна и не рождала. И здесь мы можем с вами представить себе, что также говорится и про Сару, также говорится и про Ривку, и также говорится и про Рахель, почему-то про матери нашего народа, и вот жена Моноха, целла Фанит, она также была бесплодна. Это указывает на то, что есть чудо при рождении ребенка. Еврейский народ входит в этот мир чудом, и Ицхак рождается чудом, и дети Ицхака рождаются чудом, Яков и Исаф, и дети Якова, Иосеф, скажем, рождаются чудом. То есть в мир входит нечто большое, огромное, то, что не может помститься в нем и требует чуда для того, чтобы появиться на свет. И вот ангел является целла Фанит и говорит ей, вот ты бесплодна, и родишь сына. Мы говорили с вами о том, что он дает ей обязанность, приучить сына быть назиром или как бы назиром, человеком, который стремится к чистоте. Чистоте, ритуальной чистоте, и прежде всего к чистоте от прикосновения к умершему телу и того, кто прикасался к умершему телу. Напомним, что ритуальная нечистота распространяется и на того, кто находится в одном помещении с умершим телом. Все это запрещается назиру, человеку, который сам принял такой обет, устраняться от ритуальной нечистоты, распространяемой мертвым. Здесь несколько другой момент. Говорится, что назиром Бога будет этот ребенок от самого чрева, и он начнет спасение Израиля от руки филистимлян. Давайте в скобках остановимся на этих словах. Начнет спасение Израиля от руки филистимлян. Он покажет пример. За ним пойдут другие. Он покажет, что филистимляне не являются непобедимым народом. Мы говорили, что народы моря, они очень сильные. У них очень развита технология. Они используют и... В сражениях используют и повозки, подобные колесницам. И они первые научились обрабатывать железо. Они сражаются с Рамсесом III. и добиваются успеха. Правда, потом он их разбивает. Но, тем не менее, они могут противостоять такой силе, как Египет и Хетское царство. И трудно представить себе, что их можно победить. Этот ребенок начнет спасение Израиля, покажет путь, покажет дорогу, покажет, что сыновья Израиля могут противостоять такой силе, как народы мира. Теперь Назир. Что значит Назир? Он не должен... Бритва не коснется его... Бритва не коснется его головы. Поскольку он посвящен как бы на всю жизнь, то его волосы не будут стричься никогда. Однако для него нету запрета оскверняться прикосновением к умершему телу, то есть получать ритуальную нечистоту от умершего тела. И мы понимаем, почему. Потому что он будет воином, будет выходить в сражение. Но как бы внешне похоже на Назиру. на обед Назиру, то у Назира есть еще такая обязанность, он никогда не должен прикасаться к вину и даже к винограду, чтобы никогда не забывать о том, что он должен поддерживать ритуальную чистоту. Таков закон Торы. Как бы Торы говорит человеку, если ты хочешь быть как Каген, или даже выше, чем Каген, ты можешь. Ты можешь принять обед, соблюдать ритуальную чистоту, но при этом в обязательном условии ты не должен прикасаться к вину, чтобы никогда не забыть, что на тебе лежит такая обязанность. Это как бы такое странное повеление, которое мы с вами сразу можем представить себе. или давайте запомним, что есть такой странный момент, Шимшон похож на Назира, которому нельзя прикасаться к мертвому телу и должен соблюдать законы Назира и тем не менее он выходит на войну и прикосновение к мертвому телу не является для него проблемой. Зачем же говорить тогда о Назире? Зачем только потому, что у него должны быть длинные волосы, только потому, что ему нельзя пить вино? Посмотрим. Мы с вами попытаемся представить этот момент дальше, в чем смысл этого странного закона. Нужно сказать, что на целый фонит лежала очень важная задача, ведь нельзя же другого обязать соблюдать какой-то закон, какой-то обет. Ей нужно было воспитать Шемшона таким образом, чтобы он понял важность вот этого момента, этого повеления Всевышнего первого через ангела и сам принял на себя такой обет. Не стричь волосы, не пить вина и быть как будто Назиром, как будто соблюдать этот закон, как будто мы видим это в Гемаре, что в Гемаре Сутана вводится такой термин Назирут Шемшон, Назир как Шемшон, особое какое-то дело, никто больше такой обет не соблюдал, таких обетов больше нету, как бы Тора не дает такого типа обеты, но тем не менее даже возникает такой термин Назирут Шемшон, Назир как Шемшон, чтобы подчеркнуть особенности вот этого повеления Всевышнего по отношению к Шемшону. И вот жена приходит к мужу, рассказывает, и муж хочет сам увидеть ангела, но ангел вновь открывается жене в тот момент, когда моноха нет, и монох понимает, что важность пророчества она не связана с ним, она связана с его женой, которая грамотна в Торе, которая должна будет поднять и воспитать этого ребенка. и монох приносит жертву ангела и в конце концов повторяет моноху то, что уже было сказано жене и сказал ангел Бога моноху всего, о чем я сказал жене, пусть остерегается. То есть он моноху повторяет то, что было сказано жене и даже говорит, что запрет или, скажем, повеление было дано жене. Пусть не ест ничего, что исходит от лозы виноградной и вина и шихара опьяняющего напитка пусть не пьет и ничего нечистого пусть не не ест. Все, чтобы ничего нечистого в смысле ритуальной нечистоты ему следует придерживаться ритуальной нечистоты. Хотя опять же в плане того, что прикосновение к мертвому телу для него не запрещено. Дальше монох просит принести жертву ангелу, чтобы он сдержался, он принесет перед ним жертву, но ангел сказал моноху, если ты удержишь меня, я не буду есть хлеба твоего, если же ты намерен совершить всесожжение, то вознеси его Богу. Монох недостаточно грамотен для того, чтобы понимать, что ангелу невозможно принести жертву, это как бы так же, как и до упоклонства, жертву можно принести только Всевышнему, и ангел объясняет ему это, если ты думаешь, что я тут задержусь для того, чтобы получить твою жертву, это нет, только жертву приносится только Всевышнему. И сказал монох ангел Бога, кто ты по имени, когда сбудется слово твое, будем чтить тебя, будем вспоминать, молиться, но ангел Бога сказал ему, зачем ты спрашиваешь об имени моем, оно скрыто, на еврите лаи, на имя, которое связано с чудом, то есть чудесно надо было бы перевести, наверное, было бы более точно с ивритом. Точно так же сказал и Якову ангел, с которым он боролся на протяжении всей ночи до утра. Зачем тебе имя мое, оно тлаи, оно чудесно. Прежде всего представим себе, о чем идет речь. Яков боролся с, как мы знаем, с ангелом народа, с ангелом народа Исава. Исав человек, который не, скажем, народа не, или, скажем так, да, ну, скажем, Исав обладал сам по себе большой, большой силой, необычной силой. Так же мы видим, и Шемшон обладает необычной силой, и как бы через этого ангела дается ему эта, эта сила будет дана ему, эта сила. В чем же здесь дело? Да, Пелле, да, Пелле, чудо, самое большое это соединение духовного и материального, когда духовное входит в этот мир как физическая сила. Это самое большое чудо. Мы, когда мы произносим каждый день благословения об излечении, то об излечении, то мы говорим о том, что Всевышний по мудрости своей сотворил человека, сотворил в нем множество отверстий, которые мы знаем, что если откроется из них то, которое закрыто, или закроется то, которое открыто, то человек не сможет существовать, и мы заканчиваем это благословение словами на мафли лаосот, ты Всевышний, который делает дела чудесные, чудесные, и в данном случае не, в данном случае речь не идет об каких-то явлениях, как в Египте, а идет о речи о постоянном чуде, то, что душа соединяется с телом, то, что тело является как бы сосудом для души, позволяющей выражать силы, позволяющей выражать свои силы в этом материальном мире. Самое-самое большое чудо Пелле, да, это соединение духовного и материального, вторжение материального, вторжение духовного в материальный мир, ощущение духовного в материальном мире. И как мы понимаем, и как нам наши говорят мудрецы, что через Шемшона выражалось божественное присутствие. Удивительное дело, один человек, один человек, и через него проявляется божественное присутствие в мире. И так было только с праотцами. Это какое-то огромное чудо, тем более, что это божественное присутствие выражается как огромная физическая сила. Божественный дух постоянно пребывает на Шемшоне, и он дает ему эту физическую силу. Мы представляем себе, скажем, произведение искусства, когда Шемшона изображают таким человеком мускулистым, с обычно развитыми мускулами. Все это совершенно не так. Метраж говорит о том, что Шемшон внешне не отличался таким уж крепким телосложением. Даже у него были какие-то физические недостатки. И тем не менее, вот он отличался такой силой, понимаем, потому что божественный дух пребывал на нем, и он, божественный дух, может проявляться по-разному. Мы говорили, что Шхина, божественное присутствие, проявляется как пророчество. Это как бы наиболее такое сильное проявление, когда Всевышний говорит напрямую с человеком. Но здесь Шхина проявляется как необычная огромная сила. Сейчас я должен на секунду прерваться. Одну секунду. Задержку продолжаем. Часто возникает такая обидная ситуация, когда Шемшона представляют как какого-то такого, грубо говоря, хулигана, который, может быть, направляет свою силу в результате в какое-то положительное русло. Но не потому, что он что-то понимает или делает специально, а потому, что вот так Всевышний ведет его. Все можно сказать все. Любой текст можно понять по-разному, увидеть в нем самые разные намеки. У нас есть традиция, которая говорит о том, что Шемшон с детства его мать воспитывала как мудреца Торы, как большого праведника, который должен соблюдать сложнейшие законы, устраняться от ритуальной нечистоты. Пока Шемшон, скажем, так сказать, выходит на военную тропу, начинает воевать, он соблюдает эти законы, соблюдает законы остерегаться ритуальной нечистоты. И даже в плане, который мы говорили, что у него нет обязанности соблюдать ритуальную нечистоту от прикосновения, которое возникает от прикосновения к мертвому телу, он пока нет необходимости, скажем, воевать. Он соблюдает и эту ритуальную нечистоту. И в любом случае, в любом случае, это величайший праведник, говорится, что, когда нам будет сказано, что дух Всевышнего начал стучать от Цараа до Иштеоля, то нам говорят, что мудрецы в трактате Сутта, в Талмуде говорят, что перед Шемшоном как бы шло божественное присутствие, которое звенело, как колокольчик. Что значит звенело, как колокольчик? Можем представить себе, во-первых, Шемшон чувствовал постоянно, что Всевышний с ним, ему постоянно было это напоминание. Можно сказать, что, скажем, звук колокольчика говорил о том, что это божественное присутствие не, скажем, не иногда отходит от него на короткое время, потом опять появляется и поддерживает его. Он постоянно должен был и молиться, и обращаться ко Всевышнему, что это божественное присутствие вернулось. То есть оно не было как бы таким вот постоянно естественным, легло на него и лежит. Он постоянно стремился поддерживать это божественное присутствие, удерживать его в мире, удерживать его через себя. Это невероятный, невероятный человек. Мать его называет Шемшон, маленькое солнце, малое светило, имея в виду, что есть как бы большое светило, это Всевышний, и есть малое светило, это ее сын, через которого свет Всевышнего выходит в этот мир, отражается в этом мире. В Израиле даже среди целого ряда раввинов, сейчас в меньшей степени, но несколько раньше была распространена такая система изучения Танаха, которая называется «быковый и наим» на уровне глаз. Это выражение на иврите как бы подняться до уровня человека, с которым ты разговариваешь, смотреть ему прямо в глаза и разговаривать с ним откровенно на высоком уровне, и имеется в виду, что вот эта система «быковый и наим» как бы на уровне глаз, что ты смотришь в текст, ты абстрагируешься в значительной степени, если не полностью, от традиции, от комментариев, от Талмуда, от Медрашим, и ты пытаешься понять, что происходит в самом тексте. Вот как ты понимаешь, вот этот текст вроде бы должен говорить сам. Сам текст ничего не говорит. Сам текст, как мы знаем, можно трактовать как угодно и видеть в нем любые намеки. Наша традиция отличается тем, что у нас есть и письменная Тора, и устная Тора. Это относится не только к Торе, но и к пророкам. Устная Тора передается из поколения в поколение. Тора передается, вот устная Тора передается от Маше, та информация, которую он как бы знал вокруг текста, глубочайшее его понимание и в определенном направлении, не во всех направлениях. Говорят, есть 70 лиц у Торы. Ну, конечно, 70 лиц, но 70 лиц – это все-таки не тысяча лиц. И когда говорят, что там, иногда говорят, что 70 лиц у Торы, и начинают рассказывать там, скажем, произвольные комментарии, которые мало имеют отношения к нашей традиции, я пытаюсь сказать, что у Торы есть еще и обратная сторона. Как бы, да, вот ты смотришь со спины, видишь затылок, а там нечто другое, это нечто другое, это не сама Тора, это обратная сторона Торы. То есть, невозможно ссылаться на широту понимания, потому что есть определенное направление. И вот эта вот попытка представить Шемшона как некоторого такого, ну, грубо говоря, хулигана, она очень и очень обидна и очень досадно, если она встречается в кругу людей, изучающих Торы, которые по темным причинам решили понимать текст сами, текст сами, абстрагируясь от Минраша и абстрагируясь от Талмуда. Мы можем вспомнить, что когда Яков дает благословение своим сыновьям, то он говорит о Дане, а как мы помним, Маноах он из Дана, жена его из Иуды, и мы видели важность этого обстоятельства, что жена из Иуды, поэтому она и отличается вот такими знаниями, знаниями Торы, в отличие от Дана, где, видимо, изучение традиции было очень запущено. Так вот, когда, поскольку колено по отцу, так вот, мы вспомним, что Яков, когда дает благословение Дану, он сравнивает Дана со змеем, который на дороге и который жалит коня, так что, жалит так, что и конь, и всадник опрокидываются. И в конце Яков произносит лишь от Хаки Вити Ашем, на твое спасение уповаю Всевышний. То, что Яков сравнивает Дана со змеем, который кусает так, что опрокидывает коня и всадника, Раши и, естественно, другие комментаторы говорят о том, что речь идет прежде всего о Шемшоне, о самой яркой и представительной фигуре Дана, и что он один в одиночку сражается с врагом и поражает его так, что, скажем, да, всадник падает и разбивается, то есть от него не остается, он маленький, но тем не менее он один, но он может справиться с такой массой, как конь и всадник. Но почему же Яков в конце произносит лишь от Хаки Вити Ашем, на помощь твою надеялся Всевышний? Дело в том, что Яков своим пророческим взглядом он видит гибель Шемшона. Можно сказать, что, как всегда, пророчество, оно не обязательно однозначно. Может быть, есть и такой вариант, как Яковы представляется и должно представляться, что Шемшон может не погибнуть, не все в мире, нету предопределенности точной, и чтобы можно было сказать, вот, то он погибнет. Может быть, при других бы несколько обстоятельствах Шемшон остался бы и жив, но тем не менее Яков видит огромную опасность и видит вот этот, видит вариант гибели Шемшона. И он говорит, Лишу Адхаки, Вити Ашем, я надеюсь на твою помощь Всевышний. Почему это так? Минраж опять же говорит, как говорит Яков, и этот может погибнуть, и этот не спасет, тогда, я надеюсь, только на Всевышнего. И из этого мы понимаем, мне представляется, несколько понимаем образ Шемшона, сильнейший человек, через которого божественное присутствие, через одного, как через праотцов, входит в этот мир, то, что Всевышний обычный не делает, он через одного человека, с одним человеком не связывает божественное присутствие, а здесь он связывает, и как бы напрямую его сила, сила Всевышнего, божественная сила, она находит выражение, как физическая сила, как физическая сила человека. И опять же, это должно быть видно всем, потому что по своему росту, по мускулатуре своей, по физическому развитию, Шемшон немногим отличается от обычных людей. Или, можно сказать, совсем не отличается от обычного человека. Это то, что ангел говорит, имя мое чудесно, скрыто по-русски, более точный перевод, чудесно. И вот у нас, мы представляем себе, что вот Пелле, самое большое чудо, которое можно представить себе, это когда духовный мир, мир абсолютного, мир абсолютного единства, мир, где божественное присутствие, как бы не только ощутимо, оно просто как бы вот есть, оно данность, этот мир находит свое прямое выражение в материальном мире. И Монох кладет козленка перед ангелом, который предупредил его, что жертва приносится только Всевышнему, не ангелу. И ангел этот сжигает козленка, как бы, то есть это знак того, что Всевышний принял жертву. И было, когда поднялся пламень жертвенника, к небу поднялся ангел Бога в пламени жертвенника. Видение Моноха, который убеждает его окончательно в том, что перед ним высшая сила, через которую раскрылось пророчество Всевышнего. то, что нас Монох боится того, что он и жена его умрут, потому что он представляет себе, и что если человек видел ангела, то он умрет. Если он столкнулся с духовным миром, то ему уже напрямую, то ему уже нечего делать в материальном мире. Жена его проявляет мудрость, переплетение такой мудрости, торы, знания, традиции и житейской мудрости. И она ему говорит, что если Всевышний хотел бы умертвить нас, то не принял бы от руки наши и всесожжения, и хлебного дара, и не показал бы нам все это, и не дал бы нам ныне услышать подобное. То есть нам дано поручение, которое мы должны исполнить в этом мире. Как же ты говоришь, что мы умрем? А это само по себе абсурдно. Но ты родила жена сына, и нарекла его имя Шимшон, и рос младенец, и благословил его Бог, и начал дух Бога двигаться, двигаться, двигать им в стане данного между Цараат и Иштеоль. Двигать им в стане, как мы сказали, это скорее надо было бы сказать, стучать, биться, как сердце, в стане дана между Цараат и Иштеоль. Мудрецы наши говорят, что Божественный Дух, он был ощутим не только Шимшоном, не только он чувствовал перед собой, как какой-то звон, может быть, подобный голос у матери, который постоянно звенит где-то, может быть, у него в ушах, может быть, перед ним, он чувствует вот этот как бы звон, напоминание о том, что Божественное присутствие с ним, поэм, стучит, как колокольчик, отсюда этот имидраж, или, скажем, этот имидраж раскрывает это слово, стучит, как сердце, бьется, поэм, стучит скорее, чем двигаться, в стане. Мудрецы наши говорят, что это было ясно ясно не только Шемшону, то, что Божественный Дух бьется в стане Дана, это было понятно и людям в том плане, что особенности Шемшона, его сила, она начала проявляться с детства, и о нем ходили легенды, которые, которые достигали, и ушей филистимлян, плештин. Мидраж говорит о том, что Шемшон брал две горы и растирал их в пыль, мог растиреть их в пыль. Можно не понимать это буквально, как часто от нас этого и не требует Мидраж, но просто есть намек на необычную силу Шемшона, которую видели, он мог сделать что-то такое, что производило впечатление на всех людей. Было понятно, что этот ребенок необычен и прежде всего отличается необычной силой. И дальше давайте я здесь на секунду остановлюсь, и вот дальше мы с вами, может быть, еще немного продолжим. Я сейчас сниму разделение экрана. Я вижу вас всех. Если есть какие-то вопросы, я готов пытаться ответить. раз, два, три, я чувствую, что нет вопросов. Хочется вспомнить старый гимн КВНа. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш. Мне бы очень хотелось, чтобы вы у своих компьютеров были с карандашом и листом бумаги. И по ходу дела обязательно возникают какие-нибудь вопросы, которые можно пометить для себя. Тогда они не забываются, и в тот момент, когда у нас есть такая возможность, можно задать вопрос. Но мы, поскольку я вижу, что нет вопросов, мы постараемся продолжить с вами немножко дальше. Я возвращаю демонстрацию экрана, и мы еще хотя бы какое-то время с вами вместе. И сошел Шемшон в темноту и увидел в темноте женщину из дочерей Плештим. Здесь мы представляем себе, что Тимна это город на границе Дана и Плештим. И там есть население и сыновей Израиля, и Плештим. они живут бок о бок. И мы можем представить себе, хотя пророк не говорит об этом, что есть и смешанные браки, тем более, что мы понимаем с вами, представляем себе и помним, что запрета жениться не жениться, как бы заключить брак освященный, святостью, можно только женщины из народа Израиля, но просто взять как бы женщину в дом из другого народа и как бы заключить с ней брак, похожий на брак освященный. Этого запрета нету непосредственно в Торе. Он появляется как строжайший закон мудрецов, строжайший запрет мудрецов только во времена Хашманаев. На самом деле Эзра уже устанавливает нечто, не вдаваясь в подробности, первый шаг делает Эзра во времена Хашманаев запрещаются любые отношения с женщиной и с другого народа. Мы представляем себе, что эта проблема очень большая. Первый раз с ней сыновья Израиля сталкиваются на стоянке в Шитим, как бы на пороге земли Израиля и колено Шимона, как мы помним с вами, оно сближается с женщинами из Маавы и Мидьян и Пенхаз совершает совершенно неожиданный и нетривиальный поступок. Он убивает Зимри князя колено Шимона и Казби, женщину, которую он привел в стан из народа Мидьян. Несколько непонятен его поступок, можно его рассматривать с галактической точки зрения, но сам его поступок вызывает удивление у того же колена Шимона, потому что отношения с женщиной из другого народа не запрещены. однако Пенхаз как бы видит, чем все это дело закончится, к какому осквернению божественного имени все это приведет, и он на свой страх и риск совершает действие, которое вызывает как бы скажем, если так может, удостаиваться защиты Всевышнего. Это должно было научиться новей Израиля тому, что отношения с женщиной, они не строятся на физическом уровне, главным является духовное отношение, что может быть общего с женщиной из другого народа, которая не приняла Геюр, которая не отказалась от этого поклонства, не отказалась от колдовства и жестоких обычаев, которые существуют в ее народе, в том числе и приносить человеческие жертвы. Мы представляем себе, что у филистимлян человеческие жертвы тоже встречались, и даже в жертвы детей в немалом количестве. Что может быть общего у сыновей Израиля с этими женщинами. Но, однако, сыновья Израиля этого не выучили из истории с Пинхасом. Из того, что Всевышний наказал колено Шимона тем, что 24 тысячи погибли от божественного гнева, это должно было бы быть как бы записано как бы железным пером о том, к чему он приводит сближение с женщинами и с другого народа, насколько оно нежелательно в глазах Всевышнего, то есть нежелательно, отвратительно в глазах Всевышнего, когда, скажем, чужие обычаи, чужие привычки, они входят в еврейский народ через женщин, мы можем представить себе, насколько можно сказать, что на самом деле, скажем, более позднее время речь может идти не только об, не только об, скажем, введении в дом женщины из другого народа, но и введении в дом женщины из народа Израиля, которая воспитывалась среди идолопоклонников и совершенно не собирается отказаться от этих обычаев. Давайте представим себе более позднее время книгу Малахим, вторую часть книги Малахим. Мы видим с вами, как царь Северного царства Ахав водит в дом свой Изевель, она сама по себе женщина из другого народа, из Цидона, и сколько горя и несчастья и сколько божественного гнева приводит, какому божественному гневу приводит этот брак, когда Изевель силой начинает распространять идолопоклонство в Северном царстве, убивает пророков и праведных людей. Это корень, причина разрушения или по крайней мере сильнейшая причина разрушения Северного царства, то что Ахав вел Изевель из Цидона в свой дом. Теперь у Ахава были дочери и сыновей Израиля, но жены и сыновей Израиля, дочери от жены сыновей Израиля, но и они тоже воспитывались в обстановке идолопоклонства. Одна из них Аталья выходит замуж за Йорама, царя Южного царства, и она приносит идолопоклонство, страшное убийство, кровопролитие в Южное Царство и попытка породниться с Северным Царством, предпринятый Царем Йошафатом, который взял для своего сына Аталью из дома Ахава для того, чтобы восстановить единство обоих царств. Эта попытка приводит и к подрыву дома царя Давида, к тому, что в нем появляются страшные злодеи, и Всевышний наказывает дом царя Давида и сохраняет только для него, скажем, одного потомка, потому что он обещал Давиду, что его как бы свеча не угаснет. Мы представляем себе, что скажем, да, вот установление, мы видим, что дело не только в происхождении женщины, а дело и в том, какую культуру она привносит в дом, какие традиции она привносит в дом, представления привносит в дом, даже если она и сыновей Израиля, мудрецы говорят очень суровые слова о том, кто женится на женщине и сыновей Израиля, которая оставила традиции, и придерживается идолопоклонства. Вот это одна из проблем, которые или одна из проблем, которые приносит с собой такое стремление к спокойствию, к миру, отсутствие национальных интересов, забывание о национальных задачах. Население начинает смешиваться, заключаются смешанные браки. Но для Моноха и для его жены матери, конечно, это большая неожиданность, что именно их сын, которого воспитывали в святости, который знает Тору, который, безусловно, обращается с молитвами ко Всевышнему. Но неожиданно этот сын, неожиданно этот сын увидел в темнате женщину из дочерей пристимских и поднялся он и сообщил своему отцу и матери своей и сказал, женщину видел я в темне из дочерей пристимских и теперь возьмите ее мне в жены. То есть не только он сам как бы уходит из дома, он хочет добиться согласия родителей. Вот отец ему говорит, разве нет среди дочерей братьев твоих и во всем народе твоем женщины, что ты идешь брать жену у филистимлян необрезанных и сказал Шемшон отцу своему ее возьми мне, ибо она мне понравилась и Шераба и она как бы находит то, что нужно, в моих глазах то, что нужно. И отец и мать его не знали, что это от Бога, что он ищет поводы к ссоре с плештим. Тут проявляется совершенно неожиданный такой момент и проявляется план Всевышнего. Всевышний приводит в мир человека сильнейшего по своей душе, поддерживает его тем, что он соединяет с ним божественное присутствие самого детства его, самого раннего возраста. Уже дух Всевышнего стучит, бьется между Царатой и Штеолей, бьется в связи с Шемшоном. Уже это происходит. И вот теперь этот человек огромной святости, выросший как праведник, который даже устраняется от ритуальной нечистоты, не потому, что он идет в храм, а потому, что это дает какую-то высоту духовную, это дает ему возможность соединения, так, соединения, так можем сказать, с духовным миром. И вдруг этот праведник, он заявляет отцу и матери, что ему нужна женщина из Плештим, самое-самое-самое низкое падение, которое только можно себе представить. Союз между мужем и женой, он как отображение Союза Всевышнего вместе со всем народом. Дарование Торы на горы Синай сравнивают с заключением брака, то есть в браке отражается вот этот момент приближения Всевышнего к этому миру. Говорится, что если мужчина и женщина удостоились, то шхина пребывает между ними в доме в сыновей Израиля должна пребывать шхина божественное присутствие и даже не то, что ввести в дом, а просто отношения с женщиной и с идолупоклонницей это как разрушение союза. Разрушение союза. Дело в том, что в Торе не все подлежит наказанию. Есть как бы закон формальный, а есть закон моральный. И человека предупреждают, что когда ты вводишь в дом женщину из другого народа, идолупоклонницу, в скобках можно заметить и даже идолупоклонницу, которая происходит из евреев, не дай Бог, то ты нарушаешь союз с Богом. Ты все равно, что создаешь идола, потому что у тебя родится идолупоклонник, ты вышла и воспитывает идолупоклонника, ты хочешь сказать, что это не так, ты будешь главным в доме, Тора говорит тебе, что у тебя ничего не получится заранее. И вот этот страшный поступок в страшных глазах родителей Шемшона, в страшных глазах праведников, в страшных глазах всех людей, которые понимают основы Торы, этот поступок совершает Шемшон. Он хочет взять себе жену, ввести в свой дом жену из другого народа, чтобы она родила детей, и он будет воспитывать детей, и это от Всевышнего. Каков план Всевышнего, как мы представляем себя с вами, и как мы увидим это в дальнейшем, Всевышний хочет пробудить сыновей Израиля, показать им, к чему приводит их такое спокойное, мирное сосуществование с Плештим, их подчинение Плештим, и начавшееся вот такое смешение двух народов, народа Всевышнего и народа его поклонников, которые происходят на границе Дана и Плештим, а возможно проникает уже и гораздо глубже на территорию сыновей Израиля. Всевышний посылает праведного человека, который опускается в самое, как бы, человека, обладающего высочайшей чистотой, который опускается в самое, как бы, грязное место для того, чтобы показать, показать эту, показать эту проблему, высветить эту проблему, показать весь ужас из ближения с другим народом и установление браков, браков с филистимлянскими женами. Здесь мы остановимся, опять же, если есть какое-то желание спросить, то давайте мы как бы с вами я вот остановил разделение экрана, вижу ваши картинки, если есть желание у кого-то спросить, пожалуйста. разве это, наверное, даже не вопрос, а скорее как констатация, получается, Шемшон намеренно сделал то, что сегодня бы назвали разжигание межнациональной розни, пытаясь как-то пробудить своих соотечественников от этого мирного сосуществования. Ну, да, но это происходит незаметно, он наоборот как бы присоединяется к лагерю тех людей, которые не видят небольшой опасности в том, чтобы жить бок о бок, сплести им, подчиняться им и угождать им и устанавливать с ними отношения, он как раз присоединяется к этому лагерю людей, чтобы как бы доказать от противного, показать, высветить все отличия и семейной жизни, и обычаев, и скажем, поступков и мотивов поступков сыновей Израиля и Плештим. он это воля Всевышнего, вот поставить его в такую ситуацию, которая покажет насколько неприемлемо неприемлемо вот такое проживание бок о бок, которое и переходит уже в смешанные браке. Нужно сказать, что Шемшон известен как мудрец Торы с молодого возраста, не знаю, с малого или с молодого возраста, он известен как мудрец Торы, он фактически является главой Сан-Ядрина в том смысле, что вопросы тяжелые, сложные вопросы галактические, которые не могут решить, мудрецы приходят и спрашивают к нему, то есть он выполняя вот эту свою такую функцию, как можно сказать, провокатора, он, грубо говоря, тут очень трудно подобрать слова, он не теряет своей святости, он остается мудрецом Торы, человеком, на котором пребывает Дух Всевышнего, человек, который стремится даже там, где возможно не нарушать ритуальные чистоты, и все это делается для того, чтобы всплыла разница, разница между Сан-Ядрина и Зрайли и Плештима. Да, пожалуйста. свои походы в Тимнат и дальше, он же был судьей, помимо всего прочего, да? То есть Шемшон, да, судья, да, и можно подчеркнуть, что он судья не такой, как Ифтах, не такой, как Гедеон, Шемшон, глава Сан-Ядрина. Он действительно как бы судья такого, как бы, можно сказать, старого доброго времени, когда жил, когда был Яшуа, когда был от ней Альбен Кнац, когда были ученики Яшуа, да, то есть он руководитель народа, обладающий и знаниями Торы, и святостью, или, по крайней мере, стремлением к святости. То есть не раскрывая ни в качестве судьи, ни в качестве Сан-Ядрина, не раскрывая замысла Всевышнего. Вот почему таков подход, что такой секретный замысел Всевышнего от народа, которому предназначен. А как вы, как вы можете, как вы можете еще, скажем, я, опять же, я не берусь проникнуть в замысла Всевышнего, но, по крайней мере, как бы, основную экономику мы видим. А как вы можете объяснить еще народу? Глава Сан-Ядрина. Мы представляем себе, что прямо так уж все слушали мудрецов Торы, понимаете, у нас такое, как бы, создается такое некоторое идеалистическое, идеалистическое ложное представление из всех рассказов, там, скажем, хасийских рассказов, что вот прямо так все слушали мудрецов Торы. Он сказал, и все пошли. Он сказал, все поднялись. Мы уже с вами видели в книге Шофтим, что происходит колоссальный разрыв между мудрецами Торы и народом. Прежде всего, мудрецы Торы, если так можно сказать, условно, скажем, никого не судить и не обвинять, мы видим, как факт, они не справляются со своей задачей, распространить знания Торы во всем народе. нету понимания опасности довопоклонства, нету понимания опасности заключения мира с окружающими народами и установления браков с ними. Этого понимания нету, нету никакой то, что называется ограды Торы. Ну вот, идем, хорошо, служим Всевышнему, да, вот, но понимание разницы между служением Всевышнему и опасности идолопоклонства, опасности обычаев идолопоклонства, которые проникают в жизнь, этого нету. И когда мудрецы Торы, как можно представить, пытаются вести какие-то восстановления на каком-то этапе, может быть, я так как бы может быть образно говорю, трудно сказать это напрямую, то далеко не всегда эти восстановления принимаются. Первый, кто вводит постановления, которые принимаются, это царь Шламо, своей силой царя, он устанавливает целый ряд постановлений, которые являются оградой Торы. До этого никто не может это сделать, да, и вот этот разрыв между мудрецами и населением, как бы основным населением огромный, мы его чувствуем повсюду, был судьей, конечно, был судьей, по зауважению мудрецов Торы, кто-то его понимал, многие его не понимали, многие его не поддерживали. Между мудрецами Торы, как мы знаем, бывают разногласия, не все мудрецы Торы всегда бывают правы. Как мы с вами видели, Боас, который жил в то же время, он не принимал, как бы не принимал Моноха, не принимал его семью, не видел, как бы, этой проблемы, которая есть у колены Дана, не замечал ее, и никоим образом не собирался поддерживать колено Дана, и тем более Моноха в семье которого жил Шемшон, хотя он знал, скажем, и о силе Шемшона все знали. То есть нам трудно восстановить всю картину, но основную канву мы можем представить себе, Шемшон был главой Сан-Гири, так что? Встал, вынес в восстановление, ну и что? Для того, чтобы оторвать народ от этой связи с Плештим вот этого мирного процесса нужны были какие-то ходы, которые объяснят, покажут что-то, и Всевышний идет на, если так можно сказать, идет на такой крайний случай, когда праведник попадает в самую нечистоту, для того, чтобы потом из нее показать, что это есть, эта нечистота. Спасибо. что-то хочется еще спросить. Ладно, если нет вопросов, то мы тогда закроем с вами форум, и большое спасибо всем за участие. Я очень надеюсь, что мы с вами продвигаемся медленно, но верно, и может быть в том, что медленно в этом есть преимущество, слава богу, у нас есть такая возможность с вами обсуждать подробно проблемы, сложнейшие проблемы, которые высвечиваются в книгах пророков, будем надеяться, что мы с вами сможем продолжить нашу учебу еще долгое время. Большое спасибо Натану за техническую поддержку, и не только техническую, моральную поддержку, и организационную поддержку. И хорошо. Спасибо большое. Всего доброго.